Доверчивые люди или ответственные граждане. На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о маньяке, который якобы орудует в районе улицы Высоковольтной. Новость была опубликована на личной страничке одной из рязанских студенток с пометкой, что она чудом смогла убежать от маньяка. Сообщение имело эффект разорвавшейся бомбы. Его быстро подхватили популярные группы и информационное агентство. Я серьезно заволновалась, потому что мне писали несколько людей об этом. Мне во всех диалогах написали по этому маньяка. Просто мне переслали ряд сообщений, в которых говорилось о том, что маньяк разыскивается. Сообщение оказалось неудачной шуткой. Девушка хотела проверить эффект так называемого сарафанного радио и разыграла своих друзей. Она думала, что те быстро раскусят ее хитрость, но дело приняло серьезный оборот. В погоне за сенсацией журналисты не проверили информацию, и новость мгновенно разлетелась по городу. Полицейскими по данному факту была проведена проверка, по результатам которой данная информация не подтвердилась. Если есть преступление, то о данном факте незамедлительно становится известно полицейским. Принимаются достаточные меры для устранения какого-то неправомерного действия или выявления преступника и последующего его наказания. Подобные информационные вбросы происходят нечасто, но темы для них выбираются очень серьезные. Разжигание межнациональной розни, сообщения о заложенной бомбе или теракте. Сотрудники полиции отслеживают публикации в сети на предмет достоверности фактов, но для обнаружения ложных сведений нужно время. Многие женщины, девушки прям забоялись. Я тоже забоялась. Я с московского района, поэтому мне как бы не особо это касается. Но мне лично эта ситуация не понравилась. Ну это абсурд. Глупый вопрос, приходит маньяк, тут хоть из дома страшно выйти, не то же девочка, парни. Вообще у меня был такой порыв, тоже кого-нибудь отправить, но мадам такая нет. Я считаю, что данные шутки являются плохими, потому что человек должен отвечать за свои слова. Если у человека плохая нервная система, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Думать надо над тем, что человек говорит. В данном случае полицейские решили ограничиться профилактической беседой с Рязанкой. Но следует помнить, что подобные шутки могут обернуться для их авторов уголовной ответственностью. Общество тоже не должно оставаться в стороне и при сообщениях об опасности в первую очередь обращаться к проверенным и официальным источникам. Я считаю, что должны консолидироваться все институты общественных отношений, государственные структуры, родители. Дети те же самые должны понимать, что такое правдивая информация, что такое лжеинформация и чем грозят такие подобные всплески в информационной среде. Безопасность общества и психологическое здоровье граждан зависят от каждого из нас. Приятно понимать, что Рязань прошла проверку на человечность. Многие люди позаботились о своих родных, отправив им сообщения о потенциальной угрозе. Хочется, чтобы внимание граждан не ослабевало, а для этого нужно сообщать только о правдивых фактах.